27 февраля 2017-го. Клуб Ахмат от лица на тот момент чемпиона своей организации Магомеда Анкалаева зовет драться недавно уволенного из UFC Никиту Крылова. 27 февраля 2021-го. Крылов и Анкалаев в топ-15 полутюжей UFC. Их сводят между собой. И тут ни при чем ни детские бои в Чечне, ни вызов Крылова, а дул Керима Дилову, ни что-то еще. Просто так решает UFC. Меня зовут Ярослав Степанов и сейчас мы поговорим с обоими бойцами. Какие советы Анкалаев получал от Абдулманапа Нурмагомедова? Почему не пошел в команду Федора Емельяненко? Как готовился к этому бою через спарринги с Фрэнтисом Нгану? С кем Крылова хотели свести матчмейкеры UFC? Вы сильно удивитесь. Ну и очень много чего еще. Будет интересно. Не забывайте подписываться на наш канал и всем приятного просмотра. Четыре с половиной месяца назад ты оставил последний пост в Инстаграме с поздравлениями Блаховичу и пропал из соцсетей. Почему? Никуда не пропал. Просто не хочется пока активничать в соцсетях. Были дела поважнее, видимо. Наверное, как говорит один мой товарищ, чем меньше вы меня видите, тем больше я делаю. Как и где преимущественно прошло для тебя это время, вот эти четыре с половиной месяца? Украине два месяца, два с половиной. Я пробыл в Соединенных Штатах где-то в начале декабря. Я вылетел и начал свой лагерь в American Top Team. До этого же также был лагерь к бою, но который сорвался против Оздомера. Между этими двумя подготовками время я проводил на родине. Когда тебе предложили подраться с Магомедом Анкалаевым, как выглядел твой процесс принятия этого поединка? Ну, как бывает обычно в случаях, если предлагают подраться с кем-то русскоговорящим, с кем-то кого-то знаешь, вот обычно бывает, что ты узнаешь там у той стороны, согласна ли она драться. Вот было ли что-то такое в твоем случае? Как выглядел процесс? Ну, такого ничего не было, но было заметно, что матчмейкер Микмайнер хочет организовать именно этот бой. Потому что было несколько вариантов с разными датами и разными соперниками. И мы соглашались на всех. Ну, в общем, сначала мне предложили бой на 23 января с тем же Магомедом. Мы его приняли. Потом нам сказали, что он не может драться, и там нужно время. То есть, условно, начало марта, конец февраля. Предложили два других варианта. Мы на них тоже согласились. Но потом он такой хитрый ход сделал. То есть, он предложил бой с Рамбул Джонсоном на конец февраля. Я согласился. Потом он сказал, что Илья Антони Джонсоном не может подготовиться к концу февраля. На 25-е число, условно. Поэтому вот вам на 27-е бой с Магомедом. И вариантов больше не осталось. А буквально через неделю я узнаю, что Рамбул даже не подписан в UFC. Не совсем понятно было для меня это действие. Но было ясно, что действительно, как бы, вот этот именно бой интересен для организации. После победы над Куцелабой ты просил, чтобы UFC дали тебе соперника рейтингом выше. Никита располагается на восьмой строчке. И можно ли сказать, что это вот примерно то, чего ты ожидал? Я ожидал выше, но не ждал Никитова. Так как здесь UFC – это большая организация, здесь очень много американцев, бразильцев. Поэтому ждал них, но дали Никиту. Мы не решаем эти вопросы, решать UFC. Кого дадут, того принимаем. Год назад вы тренировались вместе в American Top Team. А удалось ли тогда как-то поработать вместе? Может быть, там пересекались? Да, мы пересекались на отработках. Там один-два раза, по-моему, встречались в зале. А так, чтобы выделить, какая у него ударка и какая у него борьба, до этого не доходила? Спарринговать нам не приходилось. Магомед тогда подводился к бою. Это были там крайние две или три недели перед его первым боем с Куцелабой. У меня тоже были свои спарринг-сессии. Мы иногда пересекались на тренировках совместных по физподготовке на борьбе. Но ничего более. Ну и общались элементарно. Привет, привет. Есть такой достаточно удивительный факт. Вы с Анкалаевым деретесь 27 февраля. И ровно в этот же день, но в 2017 году на страничке Ахмата был опубликован вызов Магомеда тебе после твоего вызова от Булкерима Дилову. Были ли вы тогда близки к тому, чтобы реально подраться? Нет, с Анкалаевым это первая возможность, которая нам представилась. Тогда на это уже не очень сильно обращал внимания. Если бы была какая-то инициатива со стороны матчмейкеров, организации, с которой я дрался, я тогда перешел в Fight Nights. Если бы Камил предложил или что-то вроде... Дальше поста в Инстаграме от Ахмата ничего не зашло. То есть ни они не стали предпринимать какие-то дальнейшие действия, соответственно, не мы. А вы потом не проговаривали эту ситуацию с ним, когда уже встретились? Да нет, все всегда нормально. Я сомневаюсь, что это была его инициатива. Как к человеку я к нему хорошо отношусь. Да, тогда он как раз освободился от контракта, и я был чемпионом там. И не было с кем драться в России. Не знал, с кем драться. И он появился, и мне было интересно не подраться в то время. Ну, тогда вот аргументировалось это тем, что Никита тогда бросал вызов Адул-Керима Дилову, и ты как бы принял этот вызов на себя? Ну, там такого не было, что на него бросил вызов. Я думаю, Адул-Керим тоже принял бы его вызов и подрался бы с ним. С этим проблем не было бы. И это было так, мне было не с контракта, и тот освободился. Поэтому было это так. А так там не было такого. Из-за того, что он бросил вызов Адул-Керима, что я принял. А Адул-Керим тоже принял бы его вызов без проблем. И он принял, и они... Он же в то время как раз был в UFC, и его уголили. Поэтому они не могли. Поэтому я принял это. Сказал, что как раз это хороший бой для меня. Поэтому хотели мы этого боя. Про Ангалаева более-менее давно говорят о среде русскоязычных ММА, наверное, и не только, как о бойце с большими перспективами. Кто-то говорит просто, что у него нет слабых сторон. Адул-Манаптор Магомедов предрекал ему чемпионство. Как на тебя влияют эти разговоры и могут ли повлиять, в принципе? Да, сложно сказать. Каждый делает свою работу. Поэтому и говорят разное. То есть многим предрекают чемпионство. Многие... То есть мне приходилось драться так же с двумя, наверное, претендентами на пояс. Это люди, которые так же могли стать чемпионами. Поэтому я уже довольно давно в этом деле, чтобы обращать внимание на чьи-то разговоры. Про тебя уже очень давно говорят как про одного из самых перспективных бойцов из России в UFC. Абдул-Манаптор Магомедов говорил, что у тебя есть все шансы стать чемпионом. Ну, то есть он когда перечислял бойцов из России, которые станут чемпионами, в том числе он называл тебя. Насколько часто вот до тебя доходят эти разговоры? Ну, так как Манапа я знал лично, он мне сам говорил. Он сам дал мне советы. Поэтому это тоже меня мотивировало очень сильно. Абдул-Манаптор Магомедович мне всегда говорил, когда вот последний раз в Биме были, не помню, он мне говорил, Магомед, каждый день по два, по три слова на английском изучать надо, говорит, уже пора. Ты уже скоро будущий чемпион, тебе надо, говорит. Он так говорил мне. И еще после весогонки, как восстанавливаться, на совете давал, да, как и старший. В прошлый раз у тебя в углу был Александр Сидорин. В этот раз, кажется, ну, судя по его инстаграму, он еще в России. Кто тебе будет помогать в этот раз? В этот раз в моем углу будет Артем Левин, Ярослав Амосов и Конан Сильверия. Ярослав Амосов полусредневес и в межсезонье, ну, предположим, может весить 90-92 килограмма. Ты полутяж, вес которого там уходит, ну, очевидно, за сотню, когда ты тренируешься. Вот я видел при том, что вы проводили спарринги. Вот в чем плюс таких спаррингов для тебя? Ярослав очень техничен и грамотен, то есть с отличным видением боя. И я могу сказать, что как бы спарринги мы не проводили для спаррингов, у меня были ребята потяжелее, но в борьбе, в непосредственных схватках, в разбариваниях тяжелее, чем с ним, ну, сложно найти. То есть я борюсь и с тяжами, и с полутяжами, но такого технического оснащения, такой чувствительности в борьбе, как у Ярослава, сложно найти среди других бойцов. Как ты провел сборы к этому бою? Можно ли сказать, что большая их часть прошла в Дагестане? Да, первая подготовка прошла в Дагестане за полтора месяца в Америке. Подготовка прошла вообще отлично, без травм. Самое главное, чувствую себя хорошо. А ты на этот раз тренировался в Вегасе? Да, да. Известно, что в Вегасе тренируется еще и Фрейсис Нгану. Пересекались ли вы с ним? Может быть, с ним тренировались? Да, мы вместе тренировались, спарринговались. Как я приехал в Америку, он каждый день в зале, да. Можно сказать, с ним готовимся. Максим Гришин в интервью «Шатайке» рассказывал, что резвенно говорил Максиму, что, мол, лучше с Нгану не работай, он такой не очень аккуратный. Удалось ли, ну, то есть много ли ты с ним работал, и был ли момент, когда вот он работал с тобой неаккуратно? Да, у него что-то... Ну, это нельзя сказать так, что неаккуратно, он тяж, у него тяжелый удар, поэтому каждый его легкий удар, тоже для нас тяжелый, кажется, поэтому, наверное, говорят, так что неаккуратно. Он очень большой парень, очень сильный, мощный. Ну, так работали, да, как могли. А бывало на спаррингах, что Нгану тебя, ну, как потрясал, может быть, доставал прям очень ощутимо, что ты немножко так терялся? Не было такого, да, это обычный спарринг, и ты особо не чувствуешь удары. Ну, чувствуешь, конечно, это тяж, но не так, чтобы тебя болтали. Наверное, за все время самый комментируемый и пролайканный пост в твоем инстаграме это фотография после боя с Уолкером, где ты с двумя флагами, российским и украинским, и ты подписал «Нет времени объяснять», ну, что-то в этом роде. Притом, было время, когда ты говорил, что с украинским флагом, ну, был категоричен в этом вопросе. По моей инициативе, то есть, я бы не фотографировался с украинским флагом, так как у меня свое видение и понимание этой страны, и после того, ну, после всего того, что происходило, как бы у меня нет никакого желания, естественно, представлять эту страну, и лучше я выйду без флага, чем с украинским. Что изменилось с тех пор? Это, скорее, флаги, символы, относящиеся к людям, а не к политической стороне страны. Поэтому, вот, именно, скорее я четко понял, к кому и как я отношусь. Нет ничего плохого в флаге или в населении страны. Здесь больше-таки политический вопрос. Опять же, со мной уже ко второму бою подряд мне помогает мой друг Ярослав, он с Украины, и я понимаю, что даже когда он выкладывает фотографию со мной в своих соцсетях, это вызывает такой резкий резонанс. Я же, в свою очередь, хочу показать, что, ну, нет ничего, среди людей есть какие-то, ну, как бы, тупо запрограммированные личности, которые, там, пытаются стоять цвета флага, но, в первую очередь, это, ну, это чисто политические движения, которые, наверное, мне не очень хотелось обсуждать, но которые я очень не уважаю. Вадим Немков рассказывал, как тебя звали в команду Федора. Вот было ли действительно такое предложение тогда, и был ли вариант, при котором ты мог согласиться? Да, я находился в сборной четыре года, и там были эти разговоры последний год, что команду собирает Федор, я тоже был в том числе, и эти разговоры продолжались, и я начал уже выступать за Ахмат, такие они остались с разговорами, поэтому наши пути разошлись. Были проблемы у клуба Ахмат и США, были разговоры о санкциях, доходили ли до тебя эти разговоры, и был ли вариант тоже, вот, говорили ли тебе, что вот могут быть какие-то проблемы или что-то такое? Ну, они сейчас тоже есть, проблемы тоже могут быть, а так, не знаю, пока все тихо. И мы тоже ведем себя тихо, мирно, поэтому пока проблем нет. А под какую музыку ты будешь выходить в эти выходные? Ну, я не знаю, что там поставят, что-нибудь поставят, наверное. Я не выбирал вообще. В прошлый раз, когда тоже эта суета была, они поменяли, и так остался там, я не знаю, что там. Талискинка, по-моему, там какая-то была. Ну, то есть, там, условно, ты просил тогда под гимн Ахмата выйти, а поставили что-то другое, да, получается? Да, мы же выходили, Ахмат песню, и потом опять суета началась, и там изменили, короче, и так остался. У Спорт-24 появилось новое приложение, там вы сможете следить за мной и за всеми остальными бойцами. Ключевое за мной.